Этническая армянка Эллада Сарксян в третий раз в жизни стала беженкой. Она родилась в столице Азербайджана Баку, но всю жизнь прожила в Нагорном Карабахе. Однако после наступления Азербайджана в сентябре ей пришлось бежать в армянский город Масис недалеко от границы с Турцией. С начала осени город принимает около 8 тысяч карабахских беженцев. «Я не то, что я спокойствую. Например, я уже третий раз беженкой. Не то, что я говорю, я, как сказать, немножко, я уже привыкла. Вот люди, которые первый раз покинули свои дома, им это очень тяжело. Они плачут, но это все все равно не переживут, это все, как и мы пережили. Просто уже безвыходное положение. Вот как будто вот сердце хочет лопнуть и все». В 1988 году Сарксян и её семья бежали в Армению. Затем вернулись в Нагорный Карабах. В 2020 году они потеряли дом, когда Азербайджан отвоевал большую часть Карабаха во Второй войне. В сентябре 2023 Азербайджан в результате молниеносного наступления вернул себе оставшуюся часть Карабаха. Тогда 54-летняя Сарксян бежала из дома в третий раз. Она была среди 120 тысяч этнических армян Нагорного Карабаха, которые пострадали от 9-месячной азербайджанской блокады жизненно важных поставок из Армении. Говорит, что не верит утверждениям Баку о сохранении её прав как гражданки Азербайджана. Когда 19 сентября Азербайджан начал наступление, многие этнические армяне из Нагорного Карабаха поспешно покинули дома и фермы. Алина Арутюнян вместе с десятками других бежала в кузове грузовика. Теперь она, её муж и четверо детей живут в одной комнате на первом этаже заброшенной библиотеки. Правительство Армении предоставило им две кровати и единовременную выплату в размере 250 долларов США. Но в их жилье нет удобств, а из мебели только детские столы и стулья. Как и многие беженцы, семья изо всех сил пыталась найти работу в Армении. Но пока зависит от доброты местных жителей. «Мы бы очень хотели вернуться назад, потому что это наша родина, место нашего рождения. Но по сей день мы живём в страхе».